Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня пойдет речь о том, как предохранить в том числе от травм и сохранить на долгие годы здоровье спины и коленей. Дело в том, что как только выкладываешь какое-то видео с поднятием тяжести, или свое, или кого-то из наших ребят, в обсуждениях обязательно найдутся 2-3 специалиста, которые начинают задвигать, да вот, вы не жалеете свое здоровье, подвергаете опасности, поднимаете тяжести. И действительно, вот эти бредовые всякие сказки про то, что если человек поднимает тяжести, он может там не вырасти, или там у него там сотрется что-то там, или травмируется, это как бы голимая глупость. Но она живуча в народе, то есть я сам с этим сталкивался. Ко мне ходили как-то одно время заниматься, несколько ребят, ну уже таких здоровых, там 16, там плюс, там кому-то больше. Я детей не тренирую по определенным соображениям, в принципе, я считаю, что с тяжестями надо заниматься уже в таком, не в детском, скажем, возрасте, про это тоже отдельное видео посмотреть. Ну вот, на одну из тренировок там один из них пропадает. Я спрашиваю там у товарища, а куда он делся там? И они на полном серьезе говорят, что вот, а родители там ему сказали, что будешь поднимать тяжести, там, значит, травмируешь позвоночник и колени, и там запретили ему заниматься. Ну, я им сказал, при случае этим родителям, а, ну там, 100% у него родители на тот момент, ну, лет на 15 были меня моложе, я им сказал, там, сбросите видео, где на этом тренировок какой-нибудь, где я там, ну, тяну там 300 килограмм. И спросите вообще у них, что они по этому поводу думают, и кто из их ровесников там хотя бы может это сделать. Ну, и вот это я все к чему веду. Как раз впоследствии всех травм, там, болезней, а сейчас действительно чуть ли не у половины, если не у больше нашего населения, больные, там, и колени, и спина, и суставы, это потому, что они не тренируются, это потому, что их ничему не учили. А как раз не потому, что они правильно обучены. То есть, есть и мои ровесники, и люди гораздо старше меня, которых я знаю, которые серьезно поднимали тяжести. И не просто серьезно, а это как бы мировые звезды. Ну, вот, я не скрываю, что мой ориентир, вот, на данный момент, это отхаузен, которому уже за 70, и который поднимает там дай дорогу. И я тренировал людей, которым за 70, и они показывали отличные результаты. Ну, я не знаю, там, опять же, я уже говорил, я не знаю, сколько проживу я. Вот, и там, какие у меня могут быть там травмы или случайности от чего-то там, ну, люди там в автомобильные аварии попадают, и несчастные случаи с ними бывают. На все случаи жизни ты себя не застрахуешь. Но при этом, безусловно, человек подготовленный, он всегда меньше рискует. А сейчас вот перед моими глазами, вот, приходит эта молодежь, там, 16, 18, 20 лет. Они не могут нормально сесть на полной стопе, начинаешь их учить, вот, как правильно должно колено работать, как правильно должна спина работать, как надо спину держать. То есть, никто этому не учит, ни в каких этих даже фитнес-центрах и тому подобной ерунде. То есть, люди сейчас даже молодые, они в ужасном физическом состоянии. И, собственно говоря, если человек так не умеет ни ходить нормально, ни нагибаться, ни поднимать ничего, потом все это, естественно, приходит к чему? Человек потом там авоську, там, пакет с картошкой поднял и заболел, там, спину травмировал. А не те, кто, как бы, тяжести подымает. Вот, собственно говоря, ну, а тут человек пишет, по твоим тренировкам отпишись, не забудь через 10-16 лет. Тут гений, как бы, в моем блоге отписался, он даже не понял, что это мой блог. Он там, у него не хватило мозгов увидеть мои видео там. И он думает, что там один из парней, которому я помогал технику в свое время ставить, что это о нем речь. То есть, там люди же вообще ничего не читают, ни ссылки под видео на автора, ничего. И вот он тут вещает мне, что, дескать, через 10-15 лет, там парню 20 лет, 21. А значит, в 36 у тебя уже там спины не будет. Я тебя предупреждал, чтобы ты сохранил здоровье, ибо не надо гасить его. Отпишись, когда сотрутся диски. Дай бог, чтобы нет, и поймешь, что я был прав. И вот таких вот, извините, советчиков немерено. То есть, понятно, что человек вообще никогда ничем не занимался, Никакого представления об этом не имеет. И вот он тут ходит, учит подготовленных людей, хорошо обученных. Что, дескать, не надо поднимать гири. А то, не дай бог, что-нибудь случится. Так вот, диски позвоночные стираются, к вашему сведению. От того, что у вас корсета мышечного нет. И у вас все ваше тельце тщедушное висит на скелете, как на вешалке. А когда мышцы вот это все держат, ничего там не стирается и правильно работает. Поэтому не верьте вот этой вот гнилой пропаганде, которая всегда показывает, что спортсмены разрушают свое здоровье. И вообще они там асоциальные личности. И они опасны, потому что могут в ответ по морде дать тому, кому надо. А сейчас это не модно. Сейчас мужчина должен быть плюшевым, послушным и беречь спинку. Так вот, не слушайте, идите в зал и тренируйтесь.